Дорогие друзья, братья и сестры, вы не обратили внимания, что хор не совсем традиционное произведение спел. Обычно начинали мы общение с молитвенных гимнов, с гимнов просьбы, а здесь такой восторженный, хвалебный гимн церкви. И это, наверное, правильнее, друзья. Сначала благодарность Богу, возвеличивание того, что принадлежит Богу и самого Бога, а потом уже переключиться на наши нужды. Друзья, и тема, которая мне поручена, она тоже больше связана с Богом, о владыке. Хотя вот это высказание «благопотребный владыке сосуд» – предмет рассуждений каков? Сосуд. Но, друзья, мы же понимаем, что мы здесь не о глине, не о фарфоре, не о стекле. Сосуд, то есть человек. Человек, которым пользуется Бог. Вот эти два дня – предмет наших рассуждений. Каким он должен быть? Как ему понять? Как ему посвятить себя на служение Богу? Друзья, но начать хотелось посмотреть, а каков наш Бог? И, друзья, когда мы слышим эту тему, что Бог может пользоваться людьми, в смысле вот в этом утверждении, что человек, которым пользуется Бог, уже звучит утверждение, что Бог может пользоваться людьми, возникает вопрос, а какое право имеет Бог пользоваться людьми? И мне как раз поручена тема, которая так называется – «Основание Божьего права пользоваться людьми». И мне бы хотелось рассмотреть несколько аспектов, но для того, чтобы нам иметь всякое твердое основание, мы всегда находим его в Священном Писании. И мы зачитаем текст из книги Библии, из Нового Завета, «Послание Римлянам», 9 глава, с 20 стиха по 26. «Послание Римлянам», 9 глава, с 20 стиха по 26. И на основании этого текста будем рассуждать об этой теме – «Основание Божьего права пользоваться людьми». А ты, кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе видеть богатство славы своей над сосудами милосердия, который он приготовил к славе, над нами которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как Иосий говорит, «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живого. Друзья, вот мы сегодня собрались здесь в основном члены церкви, в основном те, кто искуплены Богом, и, наверное, нас меньше этот вопрос волнует. Мы уже согласились с тем, что Бог имеет право пользоваться нами. Мы сами добровольно посвятили Ему свою жизнь. Но только ли верующими людьми может пользоваться Бог, друзья? Как вы видите из прочитанного текста, здесь, на мой взгляд, нет выбора. Бог не разделяет людей, которыми Он может пользоваться, а которыми не может пользоваться. Бог имеет право пользоваться всеми людьми. Здесь идет обращение «А кто ты человек?» И говорится и о сосудах милосердия, и о сосудах гнева. И Бог пользуется и теми, и другими, независимо от их состояния, положения, происхождения. Бог имеет право пользоваться любым человеком, всеми людьми. И для этого мне бы и хотелось с вами порассуждать о некоторых аспектах, основаниях, что здесь нахожу в этом тексте. Друзья, прежде всего, для того, чтобы нам понять, имеет ли Бог право пользоваться мной в числе всех людей, давайте посмотрим, кто есть Бог и кто мы. Апостол Павел здесь говорит «А ты кто человек?» Что споришь с Богом? Посмотри на себя. Давид однажды посмотрел на себя и еще куда-то посмотрел, и сказал такие слова «Что такое человек?» Что ты помнишь его? Если в советское время говорили «Человек – это кто?» Это звучит гордо. То Давид говорит «Что такое человек?» Что есть человек? Что ты помнишь его? Друзья, а вы помните, куда он посмотрел, чтобы понять, что есть человек? Он говорит «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек?» Я, друзья, так тоже немножко подумал, решил посмотреть на луну и звезды, на космические просторы, друзья. Что мы с вами представляем в этом мире? И кто есть Бог? Ну вот я так немножко информацию взял, посмотрел. Вот люди хвалятся своими достижениями. Запустили спутники в космос, которые видят хорошо оттуда сверху. Система вот эта GPS, сейчас навигаторами многими пользуются. Такие небольшие объекты, как машины, людей видят. Говорят даже, что эти спутники могут рассмотреть спичечный коробок. И человек восхищается собой. О, как я хорошо вижу, какие приборы создал. Но, друзья, вы представляете, примерно на какой высоте находятся спутники? Ну, я не смог достоверно найти информацию, спутники, которые вот рассмотреть могут спичечный коробок, на какой высоте. Но примерно орбита спутников начинается от 6 тысяч километров над Землей. Много, друзья? Ну, 6 тысяч немало. Немало, друзья. А вот Луну, мы на нее смотрим. Как вы думаете, до нее сколько километров? 384 тысячи километров, я вот тут слышу. Что это в сравнении с 6 тысячами? Кто умеет быстро считать? Я делил, у меня получилось в 60, в 64 раза примерно. Это превосходит расстояние. Если этот спутник поместить на Луну, что он увидит? Голубой шар, а не спичечный коробок. Друзья, а Бог? А Бог видит. А как вы думаете, а вот где Бог находится? Нам трудно это вместить. Да, для нас вот эти космические расстояния порой в ум не вмещаются. Мы так выражаемся. Астрономические числа. Вот мы здесь ходим по Земле. А Бог где ходит? Бог говорит, земля подножия ног моих, небо, престол мой. И Бог все собой наполняет. Сколько человеку нужно времени для того, чтобы добраться до Луны? Я так тоже узнавал. Человек может перемещаться со скоростью 11 километров в секунду. То есть, вот это космический корабль может перемещаться. Это нужно несколько часов. Если в километры перевести, это около 40 тысяч километров в час. То есть, это несколько часов нужно лететь до Луны. Богу сколько нужно времени? Божий свет за секунду 300 тысяч километров проходит. За секунду до Луны. Вот как делает Бог. Но Бога и этим невозможно измерить, друзья. Я вот так представляю. Мы по Земле ходим, а у Бога, возможно, одна нога стоит на Земле, а другая не на Луне. На Солнце. До нее, до него свет сколько идет? Восемь минут? Представите, можете представить. Друзья, вот я так, может быть, ну более практично попробую вам еще такую мысль сказать. Недавно, пару лет назад, американцы запустили космические зонты для исследования Марса. Рассчитали, что вот Марс будет в наиболее близком положении к Земле. И отправили туда космические корабли. Они летели до Марса полгода. Полгода. Друзья, но Марс и Венера, это ближайшие к нам планеты Земли. Каковы размеры нашей галактики? Каковы наши размеры нашей Вселенной? Друзья, каковы размеры нашего Бога? И что мы есть перед Ним? Я вот так представляю, что даже вот это сравнение горшечник и глина, оно, наверное, гораздо более близкое, чем сравнить Бога и мы. И человек может задавать вопросу такому Богу, какое ты имеешь право пользоваться мной? Друзья, мне кажется, вот если бы дрожжи из кваса спросили меня, какое ты имеешь право нас выпить, наверное, было бы больше у них прав на это, чем мне такому ничтожному задавать такой вопрос великому Богу. Друзья, и Бог к нам снисходит и разговаривает с нами на этом языке, и дает нам право задавать такой вопрос, и отвечает нам на этот вопрос. Он не сказал нам, вообще не о чем с вами разговаривать. Бог отвечает нам на этот вопрос. Но чтобы нам понять эту мысль, друзья, что имеет ли Бог право пользоваться мной, нам нужно посмотреть, насколько велик Бог и насколько ничтожны мы с вами. И тогда, наверное, этот вопрос отпадет. Так же, как Давид сказал, что есть человек. Так же, как апостол Павел говорит, «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Вот мы, друзья, рассуждаем о сосуде. А полноценное ли это сравнение? В книге пророка Исаии, 45 глава, 9 стих, есть такие слова «Горе тебе, черепок из черепков, что споришь с Богом». Что такое черепок? Это осколок от сосуда. И еще такая умолительная форма – «Черепок из черепков, но дерзает спорить с Богом». Кто ты есть человек? И поэтому, друзья, как нам нужно сегодня правильно видеть себя, свое ничтожество и видеть величие Божие, для того, чтобы понять, что Бог полное право имеет пользоваться всеми людьми без исключения. Потому что все люди ничтожны пред Богом и Бог безмерно велик. Следующее, друзья, на что мне хотелось бы обратить внимание, Бог имеет право пользоваться нами и всеми людьми в том числе, потому что Он является творцом всех людей. Ведь когда мы делаем, изготавляем какой-либо предмет, мы всегда это делаем для себя. И в тексте, который мы прочитали, такие слова сказано, «Не властен ли горшечник над глиною сделать сосуд для разного потребления?» Если мы имеем такие притязания к предметам, которые изготавливаем, друзья, Бог является нашим творцом. На основании этого Он имеет право нами пользоваться. Ведь когда мы что-то делаем, мы делаем для себя, для своей пользы. Но ведь и Бог нас сделал с какой-то целью своей. Так ведь, друзья? И Бог имеет право пользоваться людьми. И людей сегодня это очень не удовлетворяет. Почему так сильно нравится людям происходить от обезьяны, из камня, от протоплазмы или еще там от чего-нибудь было? От чего угодно человек готов происходить, но не от Бога. Почему так? А потому что человек понимает, что если меня сотворил Бог, значит, я Ему подотчетен, значит, я несу перед Ним определенную и ответственность. Когда Карл Маркс прочитал труды Дарвина, которые мы называем в эволюции, ну а правильнее происхождение видов, то он очень обрадовался и сказал, вот теория, которая позволяет мне жить без Бога. Вот что так нравится людям. Происходить от кого угодно, кому я ничем не обязан, а вот от Бога не хочет человек происходить, потому что понимает, а ведь тогда же он имеет право мной пользоваться, а тогда же он, Бог, имеет право с меня что-либо спросить. Друзья, но теориями ничего не изменишь. Факт остается фактом. Бог сотворил человека. Бог является нашим творцом, и на этом основании, друзья, он имеет право пользоваться любым человеком на земле. Он является творцом каждого человека. В каждого человека Бог вкладывает душу живую, рождением и жизнью каждого человека руководит и управляет Бог. Возможно, друзья, моя тема, она односторонне выглядит, и у вас возникнут вопросы, может быть, связанные с учением кальвинизма. Брат Володя уже сказал, что можно будет задавать эти вопросы, и мы дополним. Но мне бы хотелось показать больше величия Божия, насколько Он имеет право пользоваться нами. Следующее, на что мне хотелось, друзья, обратить внимание и подтвердить это данным текстом Писания. Бог имеет право пользоваться нами, любым человеком на земле, потому что Он имеет доброе намерение о всех людях, не только о верующих, не только об искупленных. Друзья, мы прочитали такие слова. Бог с великим долготерпением что делал с сосудами гнева? Щадил. Не говоря уже про тех, кто искуплен, на них, на сосудах милосердия Он показывает свое величие, своей доброты, милости, любви, снисхождения. Но даже людей, которые так плохо живут, так неправильно поступают, Бог их щадит. Милость Его поступает. Может быть, люди так и смотрят, да этому человеку жить не должно на земле. А Бог что делает? А Бог щадит. А Бог милость дает. Бог имеет доброе намерение, даже в отношении тех людей, кто Его не признает. У моего папы был дядя. Он человек неверующий. Мы ему много раз свидетельствовали. И он никак не обращался к Богу. Вот неверующий не верит в Бога и все. Он неплохой, так вроде приличный человек, но не верит в Бога. И удивительно, он был ровесником нашего служителя Петра Филипповича Староверова. Они с одного года рождения, с 21 года. И вот я так думаю, интересно получилось. Петр Филиппович отошел в вечность в возрасте 81 год. А вот этот дедушка живет и живет дальше. Я думаю, Господи, ну вот почему служителя своего Ты забрал. А вот этот человек не верит в Тебя, не служит Тебе, ничего для Тебя не делает, а живет. И прожил он на 7 лет больше. И, друзья, я сделал такой вот вывод. Бог щадил. Бог щадил. Бог даже к тем, кто не верит в Него, и то проявляет милосердие и милость. Друзья, нам трудно, наверное, нашим испорченным сознанием понять, как так Бог сотворил нас для Своей славы. Бог нами может пользоваться. Ну, мы представляем, если я что-то делаю для себя. Купил попугайчика, посадил его в клетку. Для себя же, да? Мне хорошо, а попугайчику? Не очень. Так ведь, да, друзья? Ну, так вот у нас у людей всегда получается. Все для Себе. Мне хорошо, а другим? А другим не очень. Друзья, а Бог не так делает. Бог так делает для себя, что всем хорошо. Хорошо и тем, кем Он пользуется. И это основание Его, право пользоваться всеми людьми. Потому что, друзья, Он имеет о каждом доброе намерение, добрые чувства. И последнее, на что мне хотелось обратить внимание, все-таки уделить внимание, что для нас с вами, для искупленных детей Божьих, можно сказать, это Божье право пользоваться нами, оно еще больше умножается. Вот здесь мы слова такие прочитали, что не мой народ назовут моим народом, и где говорили вам, не мой народ будут называть сынами Бога. Друзья, а как вы думаете, это легко было Богу нас назвать своими? Это что-то стоило или нет? Конечно, мы понимаем, что в послании Коринфянам написано, вы куплены дорогою ценой. Поэтому, друзья, мы когда покупаем какую-то вещь, какой-то предмет, мы же тоже рассчитываем пользоваться. Так ведь, да? Я помню, у меня один друг купил дисковый плеер. Рассчитывал на то, что будет на работе слушать музыку, чтобы не слышать вокруг себя мирскую музыку. Но он по громкости слабо играл. И недостаточно было громкости, чтобы перекрыть шум окружавший его. И мы пошли с ним этот плеер сдать. Все, он идеально работает, никаких к нему претензий нет. А мы говорим, а нас он не удовлетворяет нашим запросам. И магазин, продавший нам, был вынужден вернуть нам деньги и забрать этот аппарат. Почему? Я его купил. Я рассчитывал им пользоваться, но он не удовлетворил моих запросов. Друзья, Бог нас купил. И вот я так вот немножко показал величие Божие. Мы, наверное, больше признаем цену нашего искупления. Это голговские страдания, боль, кровь. Друзья, а в Рождество мы, наверное, радуемся. Христос пришел хорошо. Но вот этот шаг для Христа, какую он цену имел? Родиться здесь на земле. Представьте, такому великому Богу стать вот таким ничтожным человеком. Друзья, может быть, очень отдаленная иллюстрация. Вы, наверное, знакомы с такой выдуманной книгой «Путешествие Гулливера». Описывается человек, который сначала испытал, он был великаном в стране лилипутов, а потом он оказался маленьким в стране великанов. Как вот переход его чувств вы можете себе представить? Друзья, но Бог безмерно величественнее. И как передать и прочувствовать чувства Христа, когда он из великого Бога стал младенцем на этой земле? Друзья, и это цена нашего искупления. Это цена Божья за наше приобретение, чтобы нас приобрести, чтобы мы стали Его народом искупленными, чтобы мы стали сосудами милосердия, над которыми Он явит славу Свою. Друзья, это великая цена. Великая цена, что такой великий Бог ходил и слушал укоры от людей, упреки, колкости, подыскивания вот эти фарисейские и других людей. Он все это ходил и слушал и воспринимал. Друзья, мы, наверное, обладая бы такой силой, что бы мы сделали? Да поуничтожали бы их и все. А Христос, Он все это перенес. Друзья, человеческий разум не может это вместить. Я слышал, что люди, ну, навыдумывали такие, называются не апокрифические Евангелия, а мне кажется, их лучше назвать фантастические Евангелия, где рассказывается о детстве Иисуса, что там что-то люди плохое сделали, Христос их в камень превратил. Христос наш так действовал? Нет, да, друзья? Нет. Мог Он это сделать, но Он так не делал. И вот так вот бы прочувствовать чувство Христа, эту цену, которую Он отдал, именно за нас с вами сидящих здесь. Цена нашего искупления. И это есть основание Божьего права вдвойне пользоваться нами, верующими людьми. И поэтому, друзья, мне бы хотелось сейчас всех нас пригласить к молитве, чтобы мы склонились на колени и выразили Богу свое признание, Его право, обоснованного права, Его власти пользоваться нами. Просто как людьми, потому что Он безмерно велик, а мы ничтожно малы. Потому что Он есть наш Творец, и мы Ему обязаны своим существованием. Потому что Он имеет доброе намерение в отношении каждого из нас. И Он заплатил за нас с вами великую цену. Преклонимся перед этим Божьим правом пользоваться нами и признаем Его в наших молитвах. Аминь. Аминь. Аминь.